проблем нет 11 октября 1990 года добрый вечер приятно быть с вами снова я знаю что некоторые из вас ждут не дождутся когда я начну говорить но честно говоря лучшие послания вы получаете в тишине безмолвие это еще одно имя бога спокойствие это имя сознания покой в тишине можно найти все в словах немного вы должны пытаться быть тихими настолько долго насколько можете особенно когда вы дома старайтесь посидеть в тишине и спокойствии настолько долго насколько можете именно в тишине вы получите послание именно в тишине чистое сознание раскроет вам себя никогда не бойтесь сидеть в тишине это ваш самый большой актив я получаю много телефонных звонков самый частый вопрос который я получаю это как решить личные проблемы сегодня утром был один звонок у этого человека было очень много проблем она медитировала 25 лет и все равно проблемы остались есть только один способ устранить все проблемы неважно насколько большой может быть проблема нет разницы насколько как вы думаете она серьезно есть один способ уничтожить все этот способ в том чтобы осознать я не деятель иначе говоря проблема не имеет абсолютно никакого отношения к вам хотя так кажется и это только кажемость что такое проблема 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 это когда что-то не происходит по-вашему мир не крутится так как вы хотите это проблема что-то идет не так как бы вы хотели или происходит нечто что вы не можете контролировать поэтому считаете что у вас проблема но если посмотреть на всех на этой земле обычно проблема одного человека не является проблемой для другого человека откуда появляются эти проблемы нам рассказали что такое хорошо и что такое плохо поэтому если у нас нет хорошего которое как мы думаем должно быть мы имеем проблему но в действительности нет ничего не хорошего не плохого мышление делает это таковым поэтому если вы избавитесь от своего ума у вас не будет никаких проблем главный аспект нашего учения уничтожить ум и эго когда ум и эго трансцендированы какая-то таинственная сила берет все на себя и заботится о вас лучше чем вы бы могли сами но сначала ум и эго должны уйти для большинства американцев сложно это сделать потому что нас научили использовать свой ум ум это все и большинство из вас считает что если не использовать свой ум то будешь прозябать жизнью растения наоборот что такое ваш ум это всего лишь собрание мыслей о прошлом и будущем обычно вы беспокоитесь о прошлом и боитесь будущего поскольку ваш ум поднимает нечто не только из вашей жизни но из опытов прошлых жизней самскары склонности которые у вас есть если вы начнете осознавать что я не деятель где тогда проблема начнем с того что вселенная ваш друг и она не может причинить вам вред основой всего является любовь следовательно если вы развиваете сознание любви проблем не будет поскольку любовь позаботиться обо всем любовь это то же что и абсолютное осознавание чистая разумность любовь это то же что и пара брахман опять таки это основа всего существования поэтому если у вас есть достаточно любви проблем нет проблемы возникают только тогда когда вы думаете что вы человек вы думаете что вы деятель иначе говоря когда вы считаете что если я не сделаю что-то произойдет что-то ужасное но опять таки что-то ужасное это всего лишь предвзятая идея не истина что-то ужасное это что-то чем вам промыли мозги чтобы вы в это верили вы верите что вы должны жить определенным образом если у вас не получается жить так это ужасно у вас есть определенное имущество определенные вещи которые вам нравятся ужасно если вы не сделаете это когда вы начинаете понимать что означает я не деятель и именно это вы должны думать каждый раз когда считаете что у вас появилась проблема начнем с того что сначала вы осознаете что все я имею до все было предопределено раньше до того как вы пришли на эту землю все было спланировано для вас даже тот день когда вы оставите тело все предопределено если вы принимаете это и чувствуете это где тогда проблема что самое худшее может произойти с вами если вы по-настоящему проанализируйте это все не так уж плохо кажется что плохо но это не так помните как работает кажемость это как змея и веревка человек выходит из своей ванной в темноте и наступает на веревку и он думает что это змея и ужасно пугается затем он обнаруживает что это всего лишь веревка страх уходит и человек больше никогда не боится этой проблемы когда вы считаете верить и размышляете что у вас есть проблема это как змея и веревка на самом деле это не проблема это просто предвзятая идея что что-то произойдет если вы не получите то что хотите потому что вы опять таки были воспитаны таким образом что считаете что ваша жизнь должна складываться определенным образом а правда в том что реальность не должна быть какой-то например если я иду домой этим вечером и нахожу кого-то кто ограбил мой дом вора обчистили весь дом проблема ли это это все было предопределено это было определено до того как я пришел на эту землю в моем теле я не буду реагировать негативно я вообще не буду реагировать потому что я чувствую что я вселенная и все в порядке ошибок не бывает поэтому я благословлю вора ничего страшного вообще если я перехожу улицу и машина проезжает на красный свет и сбивает меня это не вина водителя все это было предопределено так зачем мне тогда сердиться суть в том что все все что произошло с вами было предопределено нет ничего неправильного теперь как вам справляться со всем этим первая концепция которую нужно осознать в том что я не деятель когда вы осознаете что вы не деятель это означает что ваше тело проходит через опыт а не ой следующее что вы делаете вы задаете себе вопрос кто проживает этот опыт кому это приходит это приходит ко мне я чувствую себя в депрессии я чувствую себя обиженным я чувствую себя не в своей тарелке я чувствую что меня ограбили или сбили машины я злой я в бешенстве Кто этот «Я»? Как «Я» может быть столькими вещами? Злостью, бешенством, в депрессии, обиженном, не в своей тарелке? Таким образом, вы держитесь чувства «Я». Вы держитесь за это чувство и отслеживаете его до источника. Источником «Я» всегда является сознание или абсолютное осознавание, когда вы отслеживаете его до его источника. Но сейчас единственный способ, как вы можете отследить его до источника, это забыть о вашей проблеме, поскольку вы не можете сделать эти две вещи одновременно. Итак, вы должны полностью отвернуться от вашей проблемы, как будто ее не существует, и держаться за «Я». Держитесь за «Я», который думает, что у него есть проблема. Как только вы начнете держаться за «Я», проблема начнет исчезать сама по себе, и вы начнете смеяться. Поскольку это совершенно невозможно, чтобы у вашего истинного «Я» была проблема. Поскольку ваше истинное «Я» вездесущее, оно абсолютное. Ваше истинное «Я» – это пустота, нирвана, чистая разумность. Ваше истинное «Я» вездесущее, оно присутствует везде в одно и то же время. Когда вы поймете, кто вы, ничего никогда не будет вас больше беспокоить. Сейчас люди спросят «Если я буду отслеживать чувство «Я» до его завершения, значит ли это, что у меня больше никогда не будет проблем?» Мне приходится смеяться, когда люди такое спрашивают. Поскольку пока вы отождествляетесь «Я», это у «Я» есть проблемы. Поэтому, когда вы говорите «Я» никогда больше не буду иметь проблем, вы защищаете свое эго. Поскольку «Я» наполнено проблемами не только из этой жизни, но и из предыдущих существований. Фокус в том, чтобы отследить «Я» до его источника. И затем «Я» исчезнет полностью, совершенно, абсолютно. Когда «Я» исчезнет, так же исчезнет ваша проблема. Иначе говоря, мир не изменится, но вы изменитесь. Ваша реакция поменяется. Это как экраны картинки на нем. Когда приходит время, и вы трансцендируете «Я», вы становитесь как экраны, как картинки, которые показывают на экране. Что означает, что мир не меняется. Все в мире представляется вам таким же, как всегда, но вам будет как с гуся вода. Это больше не будет цепляться к вам. Теперь у вас будет отождествление с экраном, с истинным «Я». Я ясно выразился об этом? Иначе говоря, экраны картинки те же самые, но экран осознает и сам себя, и картинки. И он не затрагивается тем, какие картинки показываются. На экране может показываться, как грабит банк, как совершается убийство, как люди занимаются любовью, как горят дома, как начинаются войны. Оказывает ли это влияние на экран? Нет. Экран никогда не затрагивается. Однако картинки меняются одна за другой. Точно так же ваше истинное «Я», как экран. Оно никогда не затрагивается никакими проблемами. Проблемы приходят на экран, они приходят и уходят. Но вы всегда сдаетесь истинным «Я». Вы никогда не меняетесь. Как вам начать становиться такими? Каждый раз, когда вы думаете, что у вас есть проблема, вы должны спросить себя, к кому приходит эта проблема. В конце концов, я не деятель, я не тело, я не ум. Тогда к кому приходит проблема? И, конечно же, ответом будет ко мне. Я чувствую эту проблему. Вы держитесь за «Я», вы пребываете в «Я» и идете глубже и глубже внутрь себя, пребывая в «Я» сознании. По мере того, как вы будете продолжать это делать каждый день, каждый раз, когда будет возникать проблема, в конце концов, наступит день, когда вы выйдете за пределы своего чувства «Я». Вы целиком превзойдете его. Чувство «Я» исчезнет, и вы станете чистым сознанием. Ум вам не друг. 14 октября 1990 года. Некоторые из вас выглядят такими серьезными. Это не серьезный сатсанг. Здесь много веселья. Будьте радостными. Радость – это ваша настоящая природа. Вы сможете также привыкнуть и к ней. Она овладеет вами. Нравится вам это или нет? Я хотел попросить задать себе вопрос. Почему я на сатсанге? Почему я пришел сюда? Вы пришли посмотреть на выступающего? Сравните его с другими выступающими. Большинство из вас посещали много встреч. Вы полностью запутались. Для некоторых из вас ходить на встречи – это как ходить в кино. Вы спрашиваете, что показывают на этой неделе? Точно так же вы спрашиваете, кто выступает на этой неделе? Но кое-кто из вас ничего с этим не делает. Вы слушаете послание, затем идете домой и говорите. Разве он не красноречивый оратор? Это было здорово. Чем займемся теперь? Давайте пойдем в боулинг. Давайте посмотрим телевизор. Вы забываете о встрече до следующего раза. Некоторые из вас посещают встречи 30 лет и более. Что вы выполнили? Вы уже прочитали все написанные книги. Где вы? Вы счастливы? Вы освобождены? Вы свободны? Спросите это себя. Что мы здесь предлагаем? Абсолютно ничего. Ни что-то. Все находится в невидимом. Все имеет отношение к сознанию. А сознание – это ваша истинная природа. Это то, что вы есть в действительности. Когда вы отождествляетесь сознанием, то становитесь своим Высшим Я. А когда нет, вы часть человечества. Боретесь и пытаетесь освободиться. Чтобы понять феномен ума-тела, то, что вы не ума-тела, сначала вы должны понять, что такое ум. Что такое ум? Это просто набор энергии, мыслей о прошлом и будущем. Вот и все, что есть ум. Ум вам не друг. Но вы можете использовать ум, чтобы много чего выполнить. Мы все были запрограммированы. Нам всем промыли мозги. Это началось тогда, когда вы были в животе у матери. Все ее чувства, вся ее позитивность или негативность, вся ее энергия передалась вам. Не только это. Еще вы имеете самскары, склонности, из прошлых жизней. Страхи, предубеждения, которые входят в ваше подсознание перед вашим рождением. Когда вы приходите в мир, вас кладут в вашу кроватку, и вы впитываете вибрации вашего дома. Люди ссорятся, родители бьют друг друга, любят друг друга. Все это входит в ваш подсознательный ум и составляет вас. Когда вы уже в том возрасте, что ходите гулять на улицу с какими-то друзьями, ваше окружение всасывается в ваш подсознательный ум. Затем вы идете в школу, выходите в церковь, в храм, в синагогу. И эти учения входят в ваше подсознание. Затем вы вырастаете, получаете работу, заводите семью. И вот это вы. Вы являетесь продуктом предубеждений и концепций. Но вы ли это на самом деле? Это вы пока себя этим считаете. Когда вы устаете играть в игры, что-то внутри толкает вас. Это называется внутренний гуру. Это толкает вас изнутри, и что-то извне ведет вас к правильному человеку, к правильной книге, в правильную среду, где вы должны быть. Потому что вы перестали играть в игры. Иначе говоря, вы устали от мира и хотите освобождения. Желать освобождения – это очень смешно для меня. Это словно человек, который принимает душ, говорит «я хочу намокнуть». Освобождение – это ваша истинная природа. Вы должны пробудиться к этому, осознать, что это вы. Итак, вы являетесь собранием мыслей, энергии, которые программировали вас с тех пор, как вы были ребенком. И вот он вы. Итак, сейчас вы здесь, и знаете, что были запрограммированы. Что вы делаете по этому поводу? Давайте еще поговорим об уме. Если вы узнаете об уме, то узнаете, от чего вы должны избавиться. На самом деле ум не существует. Но вас запрограммировали считать, что ум – это существо, что он существует. Поэтому вы должны играть в эту игру, избавляясь от ума. Давайте еще раз посмотрим, как работает ум. Давайте сравним ум с землей. У фермера есть два семени. Одно из них – черный послен, смертельный яд. А другое – кукуруза. Семена – это мысли. Фермер сажает оба семени. Как только зерна посажены, у земли нет выбора. Она будет выращивать в изобилии все, что посажено. Точно так же, когда вы принимаете определенные мысли, ваш ум выращивает эти мысли, пока они не становятся вашим опытом. Таким образом, вы получаете проблемы, которые у вас есть сегодня. Вы их создали сами. Возьмем другой пример. Вы когда-нибудь сажали семена? Уверен, что да, некоторые сажали. Скажем, фермер выращивает семена розы, тюльпана, моркови. Представим, что эти семена как мы. Они могут думать и говорить как люди. Роза говорит себе. Посмотрите на ту прекрасную розу. Говорят, что я вырасту розой. Я стану розой. Но это звучит нереально. Как я могу быть такой красивой розой? Это поистине невозможно для меня. За счет одной этой мысли роза будет увядать и не будет расти. Семя моркови говорит тоже. Я просто ничто, никто. Как я могу когда-либо вырасти в красивой морковь? От одной этой мысли семя будет увядать. То же самое я говорю вам. Вы есть абсолютная реальность. Вы есть Брахман. Безграничное осознавание. Сознание. А вы говорите. Как так может быть? Это звучит нереально. Я просто низкий человек. Я совсем не важный. И вы продолжаете отождествляться со своим телом и умом. Пока вы отождествляетесь со своим телом и умом, Господь Кармы, Бог Ишвара, становится вашим мастером. Вы находитесь под управлением Бога Кармы. Поэтому вы продолжаете возвращаться снова и снова на землю. И тогда вы оказываетесь привязанными к земле, пока не станете абсолютно свободными. Но вы должны сделать это сами. Вы должны практиковать определенные техники. Недавно кто-то спросил. Вы говорите, что сознание, реальность, как экран. А тело, мир, это изображение на экране. И вопрос такой. Поскольку я считаю себя изображением, «Могу ли я поменять себя на лучшее изображение?» Другими словами, пока вы считаете себя изображением, и вы неосознанны, можно ли улучшить свою судьбу? Можно ли улучшить свой образ жизни и изменить свой образ? На всю волю Бога Кармы. Как большинство из вас знает, все предопределено до того, как вы обрели свое тело. Но у вас есть некоторая свобода, в зависимости от вашей кармы. На самом деле вопрос вот в чем. Можно ли сделать больное тело здоровым? Можно ли сделать бедного богатым? Можно ли человека в депрессии сделать счастливым? Когда вы этим занимаетесь, то работаете на уровне ума. Вы не идете к конечной истине. Вы работаете из своего ума. Вы никогда не найдете свободу и освобождение работы из ума. Скажем, вы достаточно манипулировали своим умом и получили рак. Вы работали над собой 15 лет. Вы используете техники воображения. Вы используете контроль ума. Вы представляете, что белые кровяные телеца атакуют рак, и в конце концов вы исцеляете себя от рака. А вас написали в журнале. Вы появляетесь в шоу Фила Донахью. Вы чувствуете себя великолепно и гордитесь собой. Вы излечились от рака. В следующем месяце вы переходите дорогу, вас сбивает грузовик, и вы умираете. Вот что происходит с помощью манипуляции ума. Давайте переведем другой случай. Вы работаете над собой, чтобы стать богатым. Вы ходите на хорошие курсы по недвижимости. Вы изучаете бизнес-администрирование. Вы используете контроль ума. И через 20 лет вы становитесь мультимиллионером. Вы женитесь, у вас трое детей. Затем ваша жена и дети погибают в автокатастрофе. Кто-то похищает вас и требует выкуп. Вам приходится выплатить 10 миллионов долларов. И вы возвращаетесь туда, откуда начали. Я пытаюсь сказать о том, что работать с умом – это не ответ. Мы обходим ум. Мы осознаем, что ум нам не друг. Идея в том, чтобы аннулировать ум. Аннулировать мысль. Как мы это делаем? С помощью метода Джиняна Марги. С помощью метода Вичары. Самоисследование. Это самый быстрый метод освобождения себя от запутанности и неведения. Когда у вас какая-то проблема, когда вы словно запутались, то просто задайте вопрос. Кому это приходит? У кого эта проблема? У кого такая карма? И очень скоро сам по себе придет ответ. У меня. Затем вы спрашиваете дальше. Откуда приходит это я? Что является источником я? Вы пребываете в я, держитесь за я. Вы начинаете использовать медитацию, которая называется «я-я». Вы просто пребываете в я так долго, как можете. И отслеживаете «я-я» нить до вашего духовного сердца. Вы говорите себе «я-я-я-я-я». Вы помните, что все в мире привязывает к «я-я-я», не правда ли? Подумайте обо всех моментах в жизни, когда вы говорили «я». Я болен, я в депрессии, я счастлив, я не в своей тарелке. Кто этот «я», о котором вы говорите? Это ваше тело? Это не может быть вашим телом. Потому что когда вы спите и просыпаетесь, то говорите «я спал». Когда вы видите сны, то просыпаетесь и говорите «я видел сны». Когда вы бодрствуете, то говорите «я пробужден». О ком вы говорите, когда произносите «я»? Найдите, обратитесь внутрь себя, спросите себя «кто я?», откуда появилась «я?». Но никогда не отвечайте, просто задайте вопрос «что является источником «я»?». И однажды вы осознаете, что «я» не существует. Когда вы отслеживаете «я» до источника, однажды произойдет словно большой взрыв, и вы увидите миряды световых частиц вокруг себя. Тогда вы осознаете, что вся Вселенная – это просто сборище световых частиц. И все же это не ответ. Потому что откуда появились световые частицы? Они появились из ничего, из ничто. И ничто есть сознание. Сознание, как пространство. У него нет формы. Однако оно принимает форму любого творения. Оно проявляется так, что принимает формы мира, людей. Все есть сознание. Сознание, как классная доска. Объекты в мире, как изображение на классной доске. Вы можете нарисовать любое изображение, которое вам нравится. Двое людей занимаются любовью. Затем вы стираете это и рисуете что-то еще. Но классная доска никогда не меняется. Классная доска всегда одна и та же. Точно так же и вы. Вы проживаете разные опыты. Но осознание в том, что вы не являетесь опытами, которые вы проживаете. Вы сознание. И это ваша истинная природа. Подумайте об этом. Я не проповедник, я не философ, я не священник, я не ректор. Я только могу делиться с вами тем, что я чувствую. Когда я использую слово «я есть», то говорю о всех вас. «Я есть» — это еще одно имя Бога, первое имя Бога. Другое название — сознание, вездесущность. Это «я есть». Я чувствую, что «я есть» — это не тело и не ум. Я абсолютное осознавание. Я абсолютное единство. Я безграничная разумность, нирвана, пастота. Я есть то, я есть. Я сад-читананда. Я парабрахман. Я никогда не рождался и никогда не умру. Я есть то, я есть. Мир — это продукт моего воображения. Я вижу мир, как сознание. Я вижу реальность, совершенство, мир, любовь, счастье. И это настоящее «я». И больше ничего не существует. Ты ничего не соревраешь. Я нет. Продолжение следует...